Здравствуйте, товарищи! Приветствую вас. Садитесь, пожалуйста. Начнем с отмески присутствующих. Конфликтологов нету пока, по крайней мере. Нарывается на конфликт. Ну что, кто у нас подготовил интересное выступление? Товарищ Новикова, вы подготовили выступление? Почему? Пока что еще углублялись. Какие проблемы? Так углубляться можно там, это большое произведение, то есть у него можно утонуть. Вот если вы все прочтете, что есть в публичной библиотеке, что у вас будет в голове? Ну что? Библиотека. Библиотека, вот правильный ответ. Это в лучшем случае, там бывает и каша, но в лучшем случае библиотека. То есть, есть такое изречение, что многознание уму не научается. Знаете, да? Вот. Вот мы, вы же чем сейчас занимаетесь? Вы как люди сознательные, это в третий курс, правильно? Можно сказать, уже почти заканчиваете все. Вы, так сказать, озабочены совершенствованием самого себя. Или самой себя. Правильно? Вот. Если, значит, вы измеющиеся возможности используете для чтения только, то эта дорога к чему ведет? Если вы много потребляете белков, которые дают возможность наращивать мышцы, будете вы спортсменом от этого? Не будете. Так и здесь вот. В связи с этим я всегда спрашиваю, а вот вы понимаете, что такое умный человек? Умный. Кого считать умным? Вот тот, кто много прочитал, это достаточно, чтобы считать умным? То есть я вот научился читать и много читаю. Научились вы читать в каком классе? Ну, в первом, да? Ну, вот, то есть если человек уже овладел этим, то вот он это совершенствует, совершенствует, совершенствует читать. И что? То есть само по себе вот это вот чтение, это что такое? Потребление знания или производство? Потребление. Потребление. Если вы чего-то, если вы учитесь потреблять знания, кто вы будете? Усовершенствованный потребитель знаний. Вот это надо вот отдавать себе в этом отчёт. Я понимаю, что мне трудно вас как-то сбить с курса, даже если он неправильный. И даже если вы понимаете, ну вот, тем не менее, я должен, как человек, который вас преподает, к этому вызывать. Должен сказать, что у меня была такая ситуация. Я иду, поскольку я тоже был студентом нашего же университета, но только на математико-механическом факультете. А у нас был такой секретарь портфельной организации Никитин Алексей Алексеевич, астроном. И он такой, драный у него был портфель, вечно у него там в портфеле было вот столько книг. Вот, к примеру, рассказывать, как вы много читаете. Он явно много читал. И он никак не мог удержать их, потому что портфель не закрывался. И вот, а у него комнатушка такая была. А тоже вся книга мне завалена там по астрофизике, по астрономии. Я спрашиваю, да, подхожу к нему, он говорит, Миша, ты плохо выглядишь. Наверное, ты много читаешь. А я говорю, у тебя что, плохо? Ну, конечно, говорит, ты разучишься думать. Вот такая у меня была беседа. Разучишься думать. И вот если подумать на эту тему, ну, действительно, некогда думать. Когда думать надо читать, 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 читать. И в итоге этого чтения, вот, дико-то появляется дефицит обдумывания. Поэтому вот дорога, на которую вы встали, она не совсем правильная, скажем, мягкая. Вы там углубляете, углубляете, утонули. Ну и что? Ну, прочитали. Ну и что, что прочитали? Сколько у нас было этих людей, которые прочитали Маркса и Энгельса? Я не знаю, много чего читали. А у людей, которые разбирались, единицы. И так его во всякое время прочитать. То есть, если у вас есть 10 часов, надо 5 часов считать, 5 часов думать. Если у вас есть 5 часов, ну, 2,5 часа, если вы считаете, надо сразу остановиться, и 2,5 часа до... Вот непривычно люди сидят и думают. Непривычно ведь? Непривычно. Надо сидеть и думать. А если у вас всего 2 часа, значит, 1 час максимум читать, а час думать. А если у вас полчаса? Ну, 15 минут почитали, дальше... А толку? Ну, хоть вы прочитаете целый час, и что? Вот. Кто это может контролировать? Только вы сами. То есть, это невозможно вот ни в какие рамки уложить, там, учебного процесса и так далее. Хотя написано везде в бумажках, которые мы подготавливаем, самостоятельная работа студентов. Да. Фамилию? Там, Бескровная. Петрова, да? Нет, Бескровная. И Соколова. А, Бескровная и Соколова. Ну, победили или нет? Победили. Ну, премия сколько дали вам? Ну, у нас мы деньги, так сказать. Что это за такое? Время... Сейчас время денежное, а вы... Нет. Как? У них деньги, а вам даже хоть ничего не дали. Нам дали диплом. Принесли? Диплом мне не принесли. Ну, хоть бы показали. А у нас есть фотографии. Что, сделаем фотографии? Это можно на фотошопе сделать. Хорошо, нет. Следующий раз принесем. Следующий раз принесите, посмотрите. Хорошо, показываю. Так, Соколова и Бескровная. О, молодцы. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Здорово. Вы приготовили доклад сегодня? Нет. Почему? А что вы делали в поезде, на обратном пути? А мы на самолете вылетели. На самолете, значит, короткий доклад. И ночью мы спорим. А мы как раз обсуждаем, что такое умный человек. Вот товарищи уже знают. А вы можете сказать, что такое умный человек? Хоть у вас премия, и дам лавры. Может быть, который рационально со временем работает? Рационально, да. Осталось узнать, что это значит рационально. Грамотно. Грамотно, рационально, по-умному. Да. Да, и получился замкнутый круг. Не немножко. Да. А товарищ Соколов, вы не знаете, что значит умный человек? Умный? Да. Может, это что-нибудь плохое? Я считаю, что это очень хорошее. В первую очередь, тот человек, который прочитал в своей жизни тезисы Гербанка. Который знает. Да. Который читал много. А если он прочитал все, что в библиотеке Академии наук, он умный, нет? Нет. Так значит, давайте вы все... Поэтому отвечайте на вопрос, кто такой умный человек. Очень широкое понятие. Ну что, что широкое? Широкое – это вот ваше понятие было пока начитанное. Правильно? Начитался всего. И что? Вы когда научились бегло читать? В каком возрасте? Ну, в школе. В школе. Правильно? Уже вы изложения писали в шестом классе. Не писали. А потом начали писать сочинения. Это уже не другое, да? Сочинение. Но это уже значительно позже. А потом уже сочинения не пишете, а все больше изложений. И даже изложения не пишете, а только читаете. Так что такое умный человек? Ну, есть желающие тут стать умными? Или как? Такая задача не стоит, что ли? Задача правильно поставлена, нет? Стать умными, да. Ну, мне, например, вот скажите, мне приятно иметь дело с умными людьми или с начитанными только? С умными и начитанными. А что, если умный, то он не начитанный, что ли? Мы там еще не выяснили. А? Умный, то он что, не начитанный? Но он только, если только начитанный, то он еще не умный. Но он начитанный, это обязательно. Человек, конечно, как можно стать умным, не обогатив свою память знанием богатств? Мы как раз этим и занимаемся, берем. Только мы не скачем здесь, по принципу, как много больше страниц, а по принципу разбираем это все. Так что такое, кто-нибудь в какой-нибудь гипотезах вытянули, что такое умный человек? Как узнать? Мне бы объяснили, вот я задумываю, умный, не умный, хоть бы дали кому-нибудь критерий, я бы хоть узнал и про себя. Всем же интересно? Ирудированный. Ирудированный – это то же самое. Эрудиция – это многознание. Кто это знает, кто знает, эрудированный. Эрудит. Ерундированный. Начитанный. Книга чей. Библиографом будете, когда будете много все прочитаете, будете библиографом. Хорошая специальность. Я приду, спрошу, где это можно прочитать? А вы знаете, где прочитать. А будете показывать, где что найти. Там вот такая специальность есть, работают люди. Но это совсем другая опера. Значит, вот даю определение. Бесплатно. Вот все равно денег не привезли. Значит, умный человек – это такой человек, который настолько способен и настолько начитан. Первое – это я специально на первое поставил. Настолько способности ваши поставил. Способности. А вы все своими книжками. У вас и в правой руке книжки, и в левой руке книжки, и в рюкзаке книжки, и кругом на столах книжки. А способность – это своя. Умищи-то. Умищи-то вы забыли, где? Вот оно. То есть способности. Настолько способен и настолько начитан, что он может самостоятельно приходить с правильным выводом. Самостоятельно. Вот если человек самостоятельно приходит, то он умный. А если ему когда скажут, куда идти, то женатый. Даже предупреждают жен, что вы, говорит, особенно в возрасте, когда уже большой срок, если, говорит, вы все время будете командовать, то есть мужем, он вообще станет без ума. Вам такое не потом. Потом он будет в тягос. Пусть самостоятельно сам что-нибудь решает. Иногда. Так. Как нам рассказывал профессор Рященко, жена там шерудит, швабры есть, под шкафом. А муж там под шкафом прячется от нее. Он говорит, вылезай. А тот говорит, а я человек свободный. Хочу вылезу, хочу не вылезу. Ну, так что, ладно. Значит, понятно, да? То есть, сначала человеку способности должны быть. Талант. Талант – это и есть. Способности. Время способностей, способностей, здоровый человек. На что он способен? Читать. И вот, оказывается, способности вы свои направляете на то, чтобы потреблять знания. вместо того, чтобы направлять их на то, чтобы их производить. Вот там, скажем, вы где были на конкурсе, там же требовалось не просто знать, а там надо было соображать. Вот. Соображать надо. Понятно, что когда вы что-то читаете, это еще не факт, что это приводит, так сказать, к лучшему соображению. Потому что есть работы, которые вас заставляют умственно развиваться, очень интенсивно, да? Скажем, если вы будете науку логики Гегеля читать, тут чтением не обойдешься, вы застрянете. Просто чтением-то надо обдумывать все время. Варианты всякие искать, как это понять, как разобрать и так далее. А есть книги, которые, ну, вот они вот, больше кроме того, что вы получаете некую дополнительную информацию, ничего не дают. Вот с этой точки зрения, с этой точки зрения я повторяю еще раз, пока еще у нас резерв времени не исчерпан, ваше выступление здесь, пусть в короткие выступления, по какой-то проблеме, является тренировкой чего? Ума. Причем ум проявляется в чем? Если человек считается, что он умный, а он выходит и не может связать двух слов. Или связывает, да не так. тема его можно? А? А тема, тема, тема его можно выбрать? Да, конечно, вот у вас, если такая обширная, тут тем тьма, которую можно взять и изложить. И причем можно изложить, с учетом того, что вас привлекло, как вы считаете, нужен поставить вопрос, и так далее. У нас вот для этого существует курс. Что такое анализ классических текстов? Не чтение классических текстов, а анализ у нас, например, так называется курс, анализ. То есть, если мы читаем, все прочитали, ничего не анализировали. Хотя, я хочу сказать, что даже общее такое поветрие у нас в институте такое, что люди читают и пересказывают, читают и пересказывают, читают и пересказывают, и так все читают и пересказывают, потом становятся уже и кандидатами, и все читают и пересказывают. Что философия такого-то. Ну, при чем тут такое-то? Вы читаете философию такого-то, а вы-то к каким выводам пришли? Вы-то тут, вы-то к чему пришли? Вот что вам, ваша голова говорит? Вы оценку должны этому давать. Неважно, кто они. Понятно, что мы для того, чтобы научиться оценивать серьезно, значит, надо брать какие-то серьезные книги. Вот мы эту серьезную книгу взяли не для чтения, а для разбора. Читать это само собой. Надо еще разбирать, выяснять, а что здесь серьезное, глубокое, насколько это на сегодняшний день современно, насколько это не современно. Например, вот приведу вам пример. Вот в самом начале мы тут читаем и обнаруживаем, что вот Маркс и Энгельс читали, что революция коммунистическая произойдет сразу в большинстве развитых стран капиталистических. Так? Это верно теперь для нашего времени? Нет. Нет. А что верно для нашего времени? А что верно? А в чем неверность? И почему? Ну вот не так, что вот неверно. Детская, это было давно, а теперь так что давно? Дважды два, четыре тоже было давно, оно верно. и теорем Пифагора, еще более давно. И тоже верно. Значит, что-то вот верно, а что-то неверно. По какой причине? Вот есть у Ленина две работы. Одна называется лозунги Соединенных Штатов Европы, а вторая называется военная программа пролетарской революции. Вот, хотя, это одна раньше, вот лозунги Соединенных Штатов Европы, а другая позже. Вот во второй работе военная программа пролетарской революции говорится, что на основе анализа империализма современного, это такой этап капитализма, когда уже господствует не свободный рынок, а когда крупнейшие монополии. Ни Маркс, ни Энгельс этого не видели. То, что они видели тенденцию к упрупнению производства, это факт. То, что они видели концентрацию, централизация капитала, это факт. Но они не жили в то время, когда были крупные монополии. А сейчас ситуация такая, что все монополизировано. Например, в России, про которую только и разговаривают, про мелкий бизнес, про стихию рынка и так далее, 70% государственных секторов сейчас производят продукции, 70%. Поэтому, что бы там ни говорили люди, причем говорят, мы тут все, на мелкий бизнес ориентир идет крупный-крупный-крупный капитал, причем как и государственный. Государственный монополистический капитализм. И вот Ленин пишет, что при капитализме существует закон неравномерности в товарном производстве. Если производство товарное, то один быстрее развивается, другой медленнее развивается. Это закон. И это касается отдельных, выпуска отдельных товаров. Затем это начинает касаться отдельных капиталистов, которые, поскольку выпуск товаров происходит на основе использования наемного труда. А при империализме, то есть при монополистическом капитализме во второй фазе, тут получается, что целые страны затрагиваются неравномерностью. Поэтому одновременно не может созреть революционная ситуация сразу в нескольких странах. Сначала в одной, потом в другой, потом в третьей. Никогда. Поэтому и написано у Ленина, и в одной, и в другой работе, то, что было верно у Маркса и Энгельса, вот он тоже анализ делает, как мы. Ну, примерно так, но чуть раньше. Что то, что было верно у Маркса и Энгельса, неверно теперь, непригодно в условиях империализма. И надо сделать прямо противоположный вывод, что революция, возможно, в одной стране, или даже, чтобы это дело подчеркнуть, в одной отдельно взятой стране, чтобы не спутали, что одна, вторая, третья, в одной отдельно взятой стране. И построение социализма, возможно, в одной отдельно взятой стране. И этим руководствовался Советский Союз. Собственно говоря, во всем своем, так сказать, движении, потому что долгое время это была единственная страна социализма. А сейчас, после целого ряда поражений соц. стран, стран социализма осталось, в которых произошла социалистическая улица, еще очень много. Это Китай, который производит 17% валового внутреннего продукта, а Америка производит в Соединенных Штатах 15%. И в Китае живет ни много, ни мало, ни как в России, ни в Советском Союзе жило 300 миллионов человек. В Китае сейчас живет 1 миллиард 380 миллионов человек. Далее, это Вьетнам, Социалистическая Республика Вьетнам. В ней 90 миллионов человек. Это единственная страна, которая победила американцев. Американцы никого не победили, ну кроме того, что они с Мексикой воевали и к себе присоединяли. Рядочек. Это Корея, которая тоже с американцами воевала. И вот эти все страны, о которых я говорю, они не были в таких условиях, как Россия. Как Россия в лучших была условиях, потому что Россия не была колониальной страной. А это все колониальные страны. Китай был колонией. Полуколонией. Ну полуколонией. Полуколонией. И Вьетнам был французской колонией, потом хотели, так сказать, ее превратить. Потом японцы туда пришли, а потом снова американцы хотели ее колонизировать. Лаос. в котором шесть миллионов человек. Французской колонией был. Теперь, если вы в Корее, конечно, японской была колония. И вот Куба фактически была колонией Соединенных Штатов Америки. Развлекательным центром, можно сказать, для американцев. И это вот сейчас. Это после того, как уже поражение потерпели к революции в Монголии, во всех Советском Союзе, во всех европейских странах церкви. И после этого вот мы имеем сейчас полтора миллиарда человек, которые живут в социалистических странах. И в книге о лозунге Соединенных Штатов Европы Ленин разъясняет, как надо понимать мировую революцию. Не так, как понимают тараскисты. Рассы во всех странах, а тараскисты понимают, как Марк Энгельс. Что во всех передовых странах сейчас будет революция. Нет. И соответственно они требовали, чтобы Россия была как бы запалом таким. Особенно в период Брестского мира, я сказать, вспыхнет она, сгорит, но зато все же говорится мировая революция. Мы на радость, на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Так вот мировую революцию, говорит Ленин, вот в этой работе о лозунге Соединенных Штатов Европы надо понимать так. Что это эпоха бурных потрясений, острые классовые борьбы, революции, контрреволюции в различных странах и цепи революций в отдельных странах. То есть вот именно цепь революции в одной, второй, третьей, четвертой, пятой, что их подтверждает. Есть и революции, есть и контрреволюции, где-то утеряны завоевания, где-то они наоборот сохраняются. Ну и к этому можно было бы добавить сейчас, что вот страны-двадцатки, это вот крупнейшие капиталистические страны, которые, так сказать, объединились по принципу «кто крупный?» И мы туда попадаем. В семерку нас не берут, в восьмерку, а в двадцатку в двадцатку мы входим. И вот страны-двадцатки поставили задачу и такой, ну как задачу, условной, потому что там ничего не связывают эти страны-двадцатки, сделать не менее двух процентов темпы роста экономического. Не получается в двадцатке. А у Китая темпы роста шесть с половиной процентов. И есть, и запланированы перспективы. И там плановое хозяйство, поэтому там всё такое, если они запланированы, значит, соответственно, вложат в развитие производства средства и получат эти свои шесть с половиной процентов. Это вот, если мы берём анализ, вот такие крупные вещи, то есть вот то, что здесь в этой книжке, вот в этом, о которой я говорил, теперь неверно. А не по принципу. Маркс и Энгельс сказали. Ну сказали и сказали. И что? И другие, конечно, что-то по-другому расслабили. Так они уже умерли тогда, тем более, можно вообще не сове на их. А на самом деле вопрос идеи, он не вопрос физического существования. Иногда говорят, вот Ленин живее всех живых. Это правильно. В каком смысле? Что те идеи, которые у него были, иногда, так сказать, эти идеи, они для современного мира, в котором капитализм остаётся, они для него современные. Недавно выступал по эхо Москве, я бы сказал, такая либеральная, вполне буржуазная, либеральная, даже с ориентацией на Запад, радиостанция, Шевченко, такой честный, можно сказать, журналист. Он, в целом, негативно к большевикам относится, говорит, ну, говорит, если бы не Ленин, то Россия бы не была как самостоятельной страны. Собрало её всё. Она же вся раз, после февральской революции, раскололась на все это, на кусочки. И Ленин, и вот, так сказать, собрал это всё, Россию, и если бы не так, нам бы вот так не жить. Вы сейчас заметили, что у нас такой парадокс, страна вроде буржуазная, буржуазная, Россия, правильно? А при этом, а при этом фигура Ленина, она, вот Российская газета не одну же страницу даёт, посвящённую Ленину. Не говоря уже о том, что, ну, вот, скажем, попытки как-то выступать против Ленина не приветствуются на государственном уровне. Да, вору починили, поставили на всякий случай. И нам дали курс Марс Энгельс и медицинской идеологии. Это вот, кажется, с одной стороны странным, а с другой стороны, обратите внимание, что в силу той ситуации, которая сложилась с мировой революцией, мир нельзя уже рассматривать как капиталистический мир. В нём есть большинство стран капиталистических и меньшинство стран социалистических. Но это меньшинство полтора миллиарда из семи. Это не такое меньшинство, про которое можно сказать, ну, там, это вот, полтора миллиарда из семи. И вот эти полтора миллиарда развиваются быстрее экономически. То есть, без каких-то новых революций соотношение сил между вот этой частью с полутора миллиардов людей и оставшейся частью мира, она меняется в пользу вот этой первой. А раз меняется, как спастись от такой напасти, которая подвергается современной буржуазной страны, не входящей в группу империалистических хищников. Как спастись? Как спастись смогла Югославия? Никак, если она одиночка. Где теперь Югославия? Нету Югославии. Что есть? Черногория, Македония, Сербия. Что там еще? Много там еще есть, не запомнишь все. В дребезги разбили крупное европейское государство. Ирак. Какое было государство, светское или религиозное? На Ближнем Востоке? Светское. Светское государство, поэтому там такой проблемы, связанные с религиозными войнами и с такими, которые вот сегодня мы наблюдаем, на примере ИГИЛ, там не существовало. То есть это государство, которое было светским, буржуазным. Прилетели, разбомбили. Где Ирак? Ирак теперь религиозное государство, раздираемое внутренними противоречиями. После нашествия американцев на Ирак. Под таким благовидным предлогом, что там вроде как оружие массового поражения есть. Напали, разбомбили, повесили президента и говорят, нету там оружия массового поражения. А следующий был шаг. Ливия благополучная, буржуазная страна. Благополучная, потому что большие богатства нефтяные, прежде всего. Но эти богатства обеспечиваются добычей иностранных монополий, которые отчисляют в этой стране средства. Бесплатная медицина, бесплатное образование. Молодежь все получает для вступления в жизнь, по окончании там учебных заведений. И где это Ливия? И разорвали на куски президента. После того, как вот эта во главе группа хищников, эмберлистических во главе США, она бросилась на эту самую Ливию. Ливия была светским государством. Называлась она так «Ливийская арабская народная социалистическая драмахерия». Ничего там социалистического, конечно, не было, но она была светским государством. И смотрите, из светских государств на Ближнем Востоке осталась одна Сирия, на которую тоже было совершено фактическое нападение. И вот только Россия воспрепятствовала тому, чтобы уничтожить последний форпост светских буржуазных государств на Ближнем Востоке. И поднимается другое государство религиозное и реакционное, ИГИЛ. Кто его создал? Кто вот это вот все делал, тот и создал. А откуда беженцы? Ну так если на ваш дом нападут, и жить будет невозможно, и будет все гореть огнем, и вам придется оттуда бежать только на край света. Вот на край света и бегут. Кто организовал эти побеги? Кто организовал беженцев, которые бегут в Европу? Говорят, вот они бегут, а среди них могут оказаться и террористы, так не могут не оказаться. А потом, если у вас убили мать, отца и брата и так далее, есть большой шанс, что среди тех, кто прибежит, достаточно много будет тех, кто будет потом вечно мстить. Правильно? А как вы ожидали? Или там эти самые французы дорогие наши, которые кричали, били себя в грудь и собрали руководителей Европы и говорили «Я Хебдо». Ну ты Хебдо, то есть ты тоже поддерживаешь карикатуру на пророка Мухаммеда. Ну вот если на вашего, на того, кому вы поклоняетесь и что вы считаете своей святыней, кто-то нападает, какая может быть реакция с вашей стороны? Соответствующая, пусть не удивляются. Поэтому появляются люди, которые берут потом в руки автоматы и стреляют в них. А вы же сами сказали «Я Хебдо». Ну вот и после этого сколько уже там жертв во Франции. И каждый день мы сообщения новые получаем, что они продолжаются. И там, и в Германии, и в других местах. Так что вот, возвращаясь к тому вопросу, который я поставил, у нас задача состоит не в том, чтобы просто читать. Задача состоит в том, чтобы анализировать. Чтобы анализировать, надо думать. Самый лучший способ думать. А думать вы словами же, а не просто понятиями. А как проверить, что вы правильно думаете? Очень просто взять и высказать то, что вы обдумали и придумали. Вот здесь. И вот когда вы высказываете, то тогда выясняется, что понять, значит, выразить в понятиях. А если я понял, но выразить не могу, как некоторые россияне говорят, да, мы тут углубляемся, а выразить не могу, я еще не понял. Правильно? Потому что понять, понять, значит, быть в состоянии передать другому. Тренироваться надо передавать другому. Кто-то, кто может передать другому, тут понял. Тот, кто не сформулировал еще пока в своей голове, не сформировал эту мысль так, чтобы она была выражена в понятиях, передать другому не может. То есть и у него нет мысли в человеческой форме. А есть в нечеловеческой, что-то близкое, похожее на смутное ожидание, предчувствие, страдание и так далее. Вот посему, я еще раз повторяю, что вот наш курс, который отличается от всех остальных курсов тем, что он и не семинар обычный, и не лекция, да. Конечно, я могу вас заменять время от времени и что-то говорить вместо вас, но это не задача нашего курса, правильно? А задача нашего курса – развить себя. Поэтому я еще раз вопрос назрел, все праздники мужской и женской уже позади, пора двигаться вперед. Так, кто готов выступать? Пока никто. Будем ждать дальше. Значит, вот хотелось бы, чтобы некоторые не просто отчитали, а некоторые мудрые мысли не пропускали. Вы, наверное, заметили, наверное, уже, что Маркс и Энгельс уже рассмотрели тут в самом начале, и национальный вопрос, что национальное государство и вообще сила наций зависит от того, как развивается в ней производство. Правильно? И это верно до сегодняшнего дня. Дальше. Наверное, вы обратили внимание, что с развитием производства усиливается разделение труда, в том числе на сельское производство и городское промышленное. И возникает противоположность между городом и деревней, которая сейчас не только не уничтожается, а усиливается при всех нынешних средствах производства и при средствах связи. При этом, в чем это выражается? Ну, это выражается в том, что в деревнях движение и развитие очень слабое, а в городе значительно более быстрое, во-первых. Во-вторых, возможность приобщения к богатству мировой культуры несравнима. Вот вы уже из Ленинградской области в филармонию не доедете. И в театр не доедете. Ну, или уедете глубокой ночью, завтра на работе будете. Или на учебе будете спать. Поэтому никак. Смотрите все только по телевизору. Ну, и средства связи другие. Если в городе достаточно этих вышек, чтобы везде была устойчивая связь и интернет, то вы можете отъехать и смотрите. Местами МТС принимает, местами Мегафон. А местами ни МТС, ни Мегафон. Вот, скажем, проезжаешь в Нижний Новгород, я еду, у меня есть компьютер с встроенной системой МТС. То и принимает, то и не принимает. Поэтому ответственностью нет проблем никаких. Все время принимает совершенно устойчиво. Проблема противоположности между людьми физического и умственного труда. Люди физического труда концентрируются на фабриках и заводах, концентрируются в деревнях. Люди умственного труда, как правило, в городах. И они отделяются, так сказать, отделяют идею от уже непосредственного превращения эту идею в практику. Это как бы дело разных людей. Поэтому самим таким естественным путем эта противоположность не преодолевается. Кажется, что, вот, как писали Маркс, до сих пор насилие, война, грабеж, разбой и так далее объявляют движущие силы истории. Вот государства, которых нет еще и передовой экономики, по сравнению, допустим, с Древней Грецией и Римом. Варвары, так называемые, нападают на развитые и крупные государства, высококультурные, и разрушают их. И что после этого разрушения? Какой там строй появляется в этих? Как его объяснить, если был разбой? Какой теперь будет строй после того, как ученили разбой и разбомбили его? Более отсталый или более передовой? Вот вопрос. Вот варвары, говорят, варвары, такие-сякие, напали на Рим, на римские государства, их разрушили, разбили в клочья. И что получилось в этих государствах? Какой общественный строй? Доселе был какой строй там? Сначала рабовладельческий, да? А после того, как пришли эти варвары и уничтожили рабовладение, какой получился строй? Ну, какой строй после его? Феодальный. Феодальный. И что получилось? Вот вроде набеги, насилие, грабеж, а производительная сила-то меняется, 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 поэтому уже восстанавливается после этого грабежа и насилия, восстанавливается производство другое. Экономика другая и общество другое. И уже тогда мы попадаем в ситуацию новой эпохи феодальной. И вместо эпохи рабовладения постепенно на первое место выходит эпоха феодальная. И дальше она уничтожает вообще все следы рабовладения. Но долго уничтожает. В Америке, в Соединенных Штатах Америки, которые нам до сих пор подают как образец демократии. Да как в каком году рабовладение было отменено? Скажите, пожалуйста. В 1863. В 1863, да. Ну, это юридически, а фактически в 1865. А в России, которые говорят, мы все отстаем, отстаем, отстаем от передовой Америки. А в России крепостничество когда было отменено? В 1861. А? В 1861. То есть, Соединенные Штаты Америки от России, в смысле, общественных отношений, отставали. В смысле, отношения к свободе, к свободолюбию, отношения к работнику. Насколько? На целую эпоху. У нас уже крепостничество отменили, а у них еще рабство было. Мне как-то приходилось встречаться здесь с американским профессором, рассказывать, какая у них демократия. Я говорю, да, конечно, у вас, конечно, более высокая демократия. У нас только крепостничество уже отменили, у вас еще рабство было. Вам самое время нас научить демократии. Со своих позиций. Точно так же, как приезжают товарищи из Германии, и нас учат тоже демократии. Да, конечно, у нас отсталая демократия по сравнению с немецкой, потому что когда у них делали абажуры из человеческой кожи и перчатки, то мы никак не могли это освоить. И так они освоили до сих пор. Они успели этому научиться и пытались этим всех научить. Поэтому тут вот есть разные же аспекты и уровни рассмотрения. То есть надо видеть, где и в какой области, и где и какой прогресс. Вот это очень важно. Прямо Маркс Энгельс пишет, что до сих пор насилие, война, грабеж, разбой и так далее. Объявлялись движущие силы истории. Мы можем здесь остановиться лишь на главных моментах и выбираем поэтому наиболее разительный пример. Разрушение старой цивилизации варварским народам и образование заново вслед за этим. И новые структуры, общества, римы, варвары, феодализм и галлия. Восточно-Римская империя и турки. То есть вот, что мы наблюдаем. То есть под покровом этих всех столкновений, войн, грабежа, насилия. Под этим покровом идет, как говорил Маркс, крот истории роет. Роет в том смысле, что производительные силы развиваются и это проявляется в себя в новой форме производства. Рано или поздно. И все время проявляет. В связи с тем, где основное производство происходило, и этим отличаются и разные формы общества. Феодальная или сословная собственность характеризуется тем, что если для античности исходным пунктом служил город, его небольшая круга, то для средневековья исходным пунктом служила деревня. где дворцы были в деревнях, так сказать, изначально помещиков, феодалов, хотя с развитием феодализма вот возникают такие города, потом с развитием уже, как Санкт-Петербург, в котором вот та часть, которая называется блистательным пунктом построена, в какое время? Феодальные, а не буржуазные. А буржуазные в буржуазное время почему такой красоты не построено? Какая цель капитализма? Цель какая у капитала? Чувствуется, вы не капиталист? И вы не капиталист, Тавь Соколова? Тоже не знаю. И вы, товарищ? Капитала какая цель? Какая цель у капитала? Прибыль. А прибыль зачем? Как-то незакончено это все. Ну вот прибыль получили. А дальше что? Все? А дальше что? Интересно, наверное, это прибыль. Потому что какая цель у капитализма это строение нового... Не, надо придумывать. Этого расширения производства. Потребность к капитализму. Нет в расширении производства. Потребность расширения капитала есть. Потребность одна. Самовозрастание капитала. Так это и сформулировано в Марксе. Самовозрастание капитала. Прибыль зачем? А чтобы ее вложить, еще больше была прибыль. А это зачем? А чтобы еще больше было? Для капиталиста. Может быть, слишком много прибыли? Или слишком много капитала? Может быть, такое? Нет. Вот три обеда, если вы съедите, это много. А утроить, учетверить капитал, это немного. Надо увеличивать, увеличивать, увеличивать. С этой точки зрения, смотрите, вот помещики, они получают труд крестьян. Даровой. Так же, как капиталисты получают даровой. В том смысле, что они заплатили цену, цену, воплотили цену рабочей силы, а все остальное, из 10 часов труда или из 11 часов труда, 11,5 у нас было в царской России с 1897 года, а до этого 14-16 часов при феодолизме в России, рабочий день. Вот в течение этого рабочего дня можно создавать Исаакиевский собор, можно Таврический дворец создавать, можно создавать Смольнинский собор, правильно, и все другие дворцы, по которым будет сейчас экскурсия и показывать. А если в буржуазное время надо новые фабрики и заводы, новый капитал, новые еще заводы, новый капитал, какие вы знаете дворцы такие, которые возведутся в буржуазное время? А никаких мы и не знаем. Почему? А вот там, видите, надо кирпичные здания, которые быстро сделаны, крепкие стоят, в которых еще было производство, 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 капитал. То есть от того, какова цель производства, записи это и дальнейшее, в том числе и создание материальных или культурных благ. Но у феодала же цель была не в том, чтобы больше денег, а у него цель потребность удовлетворить. Свои, правда. Ну, не крестьян же мы будем удовлетворять потребности, правильно? Ну, у нас семья большая, помещик, помещица, родственники, дети и так далее. Они должны где жить? Они должны жить в дворцах, зимой ходить на балы, правильно? Когда холод в деревне, там нечего делать зимой, поэтому город должен быть отстроен. И там тут должны быть дворцы, в которых проматывать можно то, что было создано за время летних работ. Такова цель феодализма удовлетворения потребностей помещиков, правильно? Все более полное удовлетворение растущих потребностей помещиков. Они растут, их надо удовлетворять. Но для этого надо выписывать лучших архитекторов, лучших художников, лучших строителей и так далее, и так далее. И строить всякие замечательные вещи. Мы где сидим? Вот это здание когда построено? В каком году? Что, при социализме? Нет. При капитализме? Это же гостиный двор. Правильно? Тут все видно, там рядом было, где сейчас гостиницу сделали, а там был тоже гостиный двор. Так что это вот видно. А вот туда посмотришь, какие там здания и сооружения, куда бы мы ни... А посмотрите здание нашего университета, главное. Бог видит, когда построено? И не падает. А если падает, то куда построено? Если вдруг здание падает, о чем это говорит? Что недавно построено. Правильно? Как определить? Если старое здание, если не падает, значит старое, если падает, значит новое. Вот такая наблюдается картина. А какая цель у социалистического производства, кто-нибудь знает? Нам для анализа нужны... Способов производства ведь не так много, правда? Рабовладельщики тоже направлено на удовлетворение потребностей рабов, а вовсе не на то, чтобы просто накапливать что-то. Потому что главным богатством правовладельческого общества что является? Богатством. Сказаешь? Рабы. Если у меня много рабов, у вас мало, вы никто, а я уважаемый человек. А если у нас феодализм, вот у вас много крепостных, а у меня мало, то вы уважаемые, а я кто? А я никто. Если у меня мало, мне никто руки не подаст, если у меня только двое крепостных. А если у вас 500 крепостных, вот вы уважаемый человек. С 500 крепостными можешь что-то хочешь сделать. А с двумя-то чего, я еле проголоть буду тянуть. А с целью социалистического производства в чем? Или коммунистического? Все равно цель одна. Кто его знает? Вот и Никита Сергеевич Хрущев тоже не знал. Но он был первый секретарь. Вы же не первый секретарь, и скажите, что вы к нам пристали? Мы студенты обычные. Чего вы от нас хотите? Такие вещи спрашиваете. А вот, а хорошо, а потом вот, так ведь бывает, студенты, студенты у нас же из нашего университета, смотрите, президент из нашего университета, пример из нашего университета, министр финансов, бывший у меня дипломником был на экономическом факультете, Леша Кударин. И в кружке по диалектике был вместе с товарищем Золотом и товарищем Галко. Золотов сейчас заведует кафедрой экономической теории и методологии. Так что, мы тут все знаем, а кто был бывший глава администрации Иванов? Ну, все фака. Тут одно время вывеска была, выставка внизу. Ну, кого вы не возьмете из начальников в Москве, все отсюда. И даже, даже целые анекдоты были в Москве. Говорят, что голова, как кто-нибудь из администрации встречает, красный, и встал, и спрашивают, вы из Ленинграда? Да, образование высшее у вас, высшее. Не хотите ли бы работать в правительстве? И даже был такой анекдот, что на ноге у кого-то стоит гражданин, и тот, у кого стоят на ноге, спрашивают трамваи, вы не из Петербурга? Кто говорит, нет. Не из ФСБ? Кто говорит, нет. Тогда садите, пожалуйста, с моей ноги. А третий был такой, пригласили товарища одного москвича, в администрацию президента, вот решаем вопрос о вашем трудоустройстве, на важное государственное место. Ну, вы, конечно, из Ленинграда. Нет. Ну, родители у вас из Ленинграда. Нет. дети у вас учатся в Ленинграде. Он говорит, нет, я москвич, все в Москве. Да, говорит, ну, тогда не знаем. Ну, на всякий случай, давайте запишем ваши координации, может, еще пригодитесь. Давайте адрес ваш. Он говорит, Москва, Ленинградский проспект. Ну, что же вы молчали? Поэтому, как, вот Никита Сергеевич, первый секретарь стал, не знал, что такое цель-социалистическое производство, написал какую-то ерунду. Другие люди, которые не знали, на съезде голосовали, тоже с такой ерунду. Когда, как-то должно быть какое-то количество умных людей в стране, согласитесь, которые соображают, что они делают. может, вы это не будете делать, но цель-то вы должны знать разных способов производства, правильно? Вот, у Сталина есть такая работа в первом томе собрания сочинений «Анархизм или социализм». И вот, Сталин там говорит, что у анархистов? Все для личности. Освободим личность, тогда будет свободная масса. Это вот очень близко к тому, что сейчас вот широко распространяется. Все для личности. У нас приоритет интересов личности или приоритет интересов общества в сети? Личности, правильно? И поэтому, если у вас приоритет интересов личности, вы станете министром. Что вы должны сделать за время, пока вы министр? Скажите, пожалуйста, если у вас приоритет интересов личности? Да, набрать как можно больше. Всё и сделал товарищ Моглюкаев, пока его не в СИЗО не забрали. Правильно? И другие. Сколько у нас их? Тьма в таких случаях, правильно? Вон товарищ Хорошавин, который был губернатором Сахалина. Ему вменяют эпизодов взяточничества на сумму половины миллиарда рублей. А дома у него нашли 1,8 миллиарда рублей ценностей на такую сумму. Он требует отдать деньги, эти все ценности, обратно. Он говорит, сейчас же у нас общество, в котором не спрашивают, откуда деньги. А вы вот нашли там полмиллиарда, ну хорошо, я полмиллиарда вам отдам. Это ему полмиллиарда отдать, как вам полстипендий? Тяжело, конечно. Но можно и пережить, если 1,8 сохранить, а из них полмиллиарда. 1,3 останется миллиарда. И он судится, собирается, сам в СИЗО сидит. Проблема. Какая цель? То есть вот цель у анархистов тогда, а Сталин пишет. А у нас должна быть цель. Все для массы тогда будет свободной и каждая личность. Но это такая вот антинамическая постановка вопросов. Или приоритет личности, или приоритет общества. Ну а цель все-таки как формулируется? Тоже была. Вот не такие глупые люди. Вот вы можете сказать, вот я вот, что вы к нам пристали, мне так трудно нам в этом разобраться. Хотя мы это и считаем. Например, товарищ Плеханов, основатель русского марксизма, который читал, изучал Маркса и Энгельса. Я думаю, не хуже, чем мы с вами изучал. И книгу написал о развитии монистического взгляда на историю. А мы книгу такую не написали с вами. И вот Плеханов подготовил проект программы Российской социал-демократической рабочей партии. Ко второму съезду. И в этом проекте было написано. Цель производства предсоциализма, удовлетворения, нужд общества. Ну неплохо же написано. Неплохо, да? Другой человек, который был в комиссии. А в комиссии было всего три человека в программной. Плеханов, Ленин и Марков. Товарищ Ленин со свойственной ему дотошностью говорит, хе, такую задачу еще и тресты могут дать. Ну что, при империализме что, не удовлетворяет потребности общества, производства? Удовлетворяет же. Нужды общества удовлетворяют? Что, можно сказать, не удовлетворяет? У нас предсоциализм удовлетворяет, а там не удовлетворяет. Это ерунда. Не надо так это рисовать неправильно. И Ленин предложил формулировку. Производство при социализме развивается с целью обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. В ней две части. Обеспечение полного благосостояния. Это значит, что у вас не то, что вот у вас еды много, а одежды нет. Или одежды много, а еды нет. Еда и одежда есть, знаний нет. Знаний есть, ни еды, ни одежды. Это не полное благосостояние. Правильно? Есть и знания, и еда, и одежда. Дома нет. Бомжом вы являетесь. И вот эти бомжи, у нас есть люди, которые вполне образованные, бомжуют в свое время после приватизации как-то. Хотели продать, купить, поменять. И так где-то торг оборвался где-то на каком-то этапе, и так они на помойке и сидят, и живут. А зимой около теплых труп проживают, если нет сильных морозов. И вот, а вторая часть этого положения. Свободное всестороннее развитие. Чего, личности, как она говорит? Нет. Свободное всестороннее развитие всех членов общества. И вот это всех членов общества записано курсивом у Ленина. Товарищ Плекханов, как человек, спокойный основатель русского марксизма, спокойно включил это в проект программы, согласился с Лениным. Ну так вот, два слова убрал, и в программе получилась такая цель. Обеспечение благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. Вот если мы все развиваемся, а вы одна не развиваетесь, значит цель социализма не осуществляется. Или вы развиваетесь, а мы остальные не развиваемся, опять цель социализма не осуществляется. То есть весь фокус в этой формулировке, что не только условия для развития должны быть, это благосостояние. У вас все есть, только развития нет. А все есть для развития. Может быть такое, у человека все есть, а он деградирует. Сколько угодно. Правильно? Вон эти, про новых русских, как говорят. Что Пушкин писал про новых русских? Золотая цепь над убитым. Он, кстати, и шахтерам же письмо писал. Пушкин. Помните, нет? Во глубине сибирских руд храните гордое терпение, не пропадет у вас скорбный труд и дум высокое горение. Так вот, исключить какого-то членового общества из этого нельзя. И народ это быстро подметил. Потому что когда все сводилось к тому, чтобы удовлетворялись потребности и свободно развивались отдельные личности, народ уже стал анекдоты сочинять на эту тему. Что вот приехал однажды один с заседания Верховного Совета, его все окружили из деревни своей. Спрашивает, ну что ты там видел? Что слышал? Он говорит, так все для человека, все во имя человека, все для блага человека. Ну, так это и мы слышали. А-а-а. Приезжий говорит, вы слышали, а я видел того человека. Что все во имя человека и все для блага человека. То есть весь фокус этой вот формулы и цели обеспечения полного благосостояния и свободного состояния развития всех членов общества. И решая эту задачу, общество продвигается вперед и постепенно ликвидирует социальное неравенство. То есть не надо как бы второй задачи ставить ликвидацию социального неравенства. Она вытекает из цели производства. Сейчас производство имеет другую цель. Если цель у меня обогатиться, деньги давайте. У кого есть лишние деньги, давайте сюда. Или вот зачем придумано банкротство? Так, тут сейчас легко можно объяснить. Давайте сейчас вы мне сразу после занятия сдадите по 1000 рублей. Можете во время прямо занятия сдавать. У нас же сейчас такое время тяжелое. У вас все равно эти деньги бесполезные, потому что на них все равно не проживешь. Пусть хоть один выживет. Сдавайте деньги по 1000 рублей. Как только вы... А я говорю, я вам в следующий раз отдам. В следующий раз я прихожу и объявляю. Дорогие мои студенты, я обанкротился. Что это значит? Не отдам. Ну так-то, зачем грубо так говорить? Не отдам. Просто она говорит, я обанкротился. И все. Это, конечно, мне это дорого будет стоить. Примерная оценка есть для банкротства физических лиц 60 тысяч. Так что вы давайте где-то надо собрать больше. Чтобы какой-то был эффект от этого. И способов... Это вот что это такое? Это цель коммунистического производства. И таких способов производства раз-два и общался. Мало кто это знает. Что получилось после всех событий, которые были в Советском Союзе? При после революции, когда большевики пришли к власти, менялось название партии. И она вместо РСДРПБ стала РКПБ. Это произошло на Восьмом Съезде в 1919 году. И там естественно встался вопрос о цели. Производство какая там цель? Ну какая изначально была, такую оставили. Прямо вписали все из первых ограждений. Дошло дело до 1961 года. Где вот Никита Сергеевич большой знаток ленинизма, как его представляли. Он выкинул это дело из программы и уже в проект программы поставил другую. Какую цель? Не знаете? Поставил цель такую. Все более полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей советских людей. Допустим вот видели вот сейчас выходишь из этого факультета а некоторые как паровозы дымят паровыми сигаретами. Потребность есть такая? И у некоторых есть? Все более полное удовлетворение растущих потребностей. Так вы просто курите давайте вам кто пьет потребность есть? У тех у вас нет потребности есть потребность все более полное удовлетворение растущих потребностей. то есть человек деградирует а все более полное удовлетворение потребностей. Ну а теперь появились сильнодействующие наркотики. Что такое наркотики? Кто-нибудь скажет? Вообще? Никто не знает? Тогда я вам скажу по секрету. Это не просто вредное вредное чего много очень есть. Правильно? Вредного. А это такое вредное для здоровья вещество и для человека и для жизни человека вещество. Основным свойством которого является свойство сламывать сопротивление его потреблению. Поэтому человек начавший потреблять он очень быстро заканчивает свою жизнь. Поэтому срок жизни наркоманов которые становятся наркоманами по случаю один раз попробовали или кто-нибудь дал бесплатно сначала попробовать или в школу принесли паблеточки попробовать. Срок жизни наркоманов до 30 лет. 27 уже нет. Отсюда и движение умереть молодым. И это вот потребление наркотиков подпадает под формулу все более удовлетворения растущих материальных потребностей. Раз потребность у человека есть? Есть. Есть у человека потребность пить водку, пей больше. Курить? Кури больше. Наркотическое вещество потреблять? Давай, потребляй. У вас есть потребность в филармонию? Ходите в филармонию. У меня есть потребность ходить в театр, я по театрам буду ходить. У каждого есть потребности такие будем удовлетворять. То есть не развитие человека берется за цель и не развитие отдельного человека, а развитие всех членов общества, а за цель берется удовлетворение потребностей причем любых всех. Это же советские люди, какие есть потребности, такие и есть. Так. Ну вот этот вопрос мы разобрали, это вот вопросы интересные о цели. К чему это привело? К тому, что сегодня картина раз цель такая, не сокращение социального неравенства, не удовлетворение потребности всех членов общества, появилось, я должен вам доложить, что за время нашего с вами последнего свидания появился интересный материал статистический в газете российской грете нашего правительства о том, какие у нас успехи есть колоссальные в нашей России, а то все как-то нечем гордиться, а сейчас появились данные, вот которые я вам скажу, будете гордиться, не сказано. У нас, например, рост за прошлый год числа долларовых миллионеров составил 10%. Я не вижу радости на лицах. мы обогнали весь мир, потому что во всем мире 3% только рост за прошлый год, а Россия 10%. У нас 132 тысячи долларовых миллионеров, разве это не предмет гордости? Что-то вы так скептически смотрите. Ладно, не нравятся вам миллионеры, миллиардеров много выросло у нас долларовых на 11%. Весь мир остался сзади. В этой несчастной Европе за прошлый год падение числа долларовых миллионеров на 4%. А в мире рост числа миллионеров во всем мире всего на 3%, а у нас на 10%. Чувствуете? Вот как надо строить экономику. А в это время рассказывали, что денег нет, на пенсии нет, на стипендии нет, ни на что нет. Ну, правильно, если вы хотите выйти на первое место по числу миллионеров, надо экономить на всем. Согласитесь. А как дела обстоят насчет доходов на другом краю? А на другом краю вроде сначала вроде бы и неплохо обстоят. То есть за прошлый год некоторые есть рост реальных доходов с учетом с учетом числа миллионеров. Это потом надо все разделить. И даже есть рост реальной заработной платы. Но по сравнению с 2013 годом, только не в 1913, а в 2013 доходы фактически реальные россиян составили 92,5%. Нет, извините, 90,5%. 90,5%. А зарплаты реальные составили 92,5%. То есть устойчиво у нас понижаются заработные платы реальные. Но это удивляться этому не следует. А в чем смысл инфляции в том и состоит, чтобы все, что у получено в карман обесценивать. И у вас в кармане денег, бумажек столько же, а реальная покупательная способность падает, падает и падает. Вот могу вас и поздравить с такими успехами, какие у нас есть. И это совсем не противостоит цели производства нынешней. Какая цель производства? Производство капитала. Если у вас нет капитала, вы неудачница. Надо было начать бежать быстрее и успеть раньше Абрамовича схватануть что-нибудь. от общей собственности. А вы задержались на старте. И вот результат. И у вас нет капитала. Ничего не поделали. Нет, тоже неудачница. Или по-другому говорят. А у вас товарищ тоже нет капитала. Значит лузер. Вот так просто объясняется. «Я цель такие результаты». Не может быть так, чтобы цель была такая, а результаты другие. в то же время о чем говорят Маркс Энгельс в этой книге? О том, что надо все-таки обращать внимание не столько на распределение плаг, сколько на производство. производство в любом случае повышает производительность труда, правильно? Средства производства развиваются и общественный характер производства растет. Сколько угодно может быть частная форма присвоения, общественный характер производства нарастает. И чем дальше, тем больше нарастает и тем в большей степени каждый зависит в своем труде от труда других членов общества. Уже при феодолении появились в городах ремесленные предприятия. Чем они отличались? Вот написано, что у Марка Энгельса, что феодальной структуре землевладения соответствовала в городах корпоративной собственности, феодальной организации ремесла. Собственность заключалась здесь главным образом в труде каждого отдельного индивида. То есть собираются вместе много индивидов и каждый делает свое. Ну и в известном смысле соревнуются друг с другом. Я вот скажем, у меня одни приемы, у вас другие, но каждый делает предмет целиком. Чем отличается от ремесленного производства мануфактура? Кто-нибудь может сказать? Это мы берем производство не то, что на поверхность, а то, что в глубине. уже появляется мануфактура, которая уже годится для того, чтобы туда нанимать людей и для того, чтобы вести уже капиталистическое производство. Что характеризует мануфактура? Кто скажет? наличие станков и наличие машинного труда? в мануфактуре еще нет машинного труда. Машины, труд это уже фабрика. Вот какие тут этапы есть? Мануфактура, потом фабрика. Но начинается капиталистическое производство с мануфактура. Почему начинается? Потому что как из ремесленного производства сразу сделать машинное? Никак не получится. Для этого надо знать такие понятия, которые сложность нашего изучения этого произведения состоит в том, что некоторые понятия здесь не для учебных целей, поэтому не устанавливают, не вводят. Скажем, есть понятие кооперации, а есть понятие мануфактуры. Есть простая кооперация, а есть кооперация построена на разделении труда. Что такое простая кооперация? Что такое кооперация? То, что объединение людей занимает одним делом. Да, одним делом, да? Объединение людей. Кооперация такая форма труда, пишет Маркс, при которой много лиц, планомерно работает в одном или связанных между собой процессах производства. Но вот что характерно для простой кооперации? Для простой кооперации каждый делает целиком продукт. Вы сапоги, я сапоги, вы сапоги, вы сапоги, я туфли, вы туфли, вы туфли, вы туфли, и мы все делаем. Хотя у нас одно помещение, у нас тут есть некоторая внутренняя организация, мы можем договариваться насчет сбыта, можем договариваться насчет получения сырья, всем же удобно, да? кожу привезли, всем дали эту кожу, выдали куски, мы за нее заплатили и так далее. Вот и планомерно мы это дело производим. Сколько? Стоит сейчас какой спрос? Ремесленный цех, цех. А мануфактура, вот следующий этап, с которого начинается капитализм в городе, это уже кооперация основана на разделении труда. Вот если мы делаем с вами табуретки, скажем, стулья, вы делаете ножки, вы делаете спинки, вы делаете крышки для сидений, вы делаете специальные стяжки для того, чтобы ножки эти не раздвигались и не рассыпались. Так? Я их собираю, вы красите, а вы ставите в одно место, укладываете, чтобы готовы изделия. Вот если мы так разделили труд, это уже не простая кооперация, а кооперация основана на разделении труда. И она тем более нуждается в управлении. Управление экономическое, кто скажет, что такое экономическое управление? труд. Я думаю, вы так и не скажете, потому что это редко встречающееся, во всяком случае, в литературе в обиходе редко встречается формулировка такая, что такое экономическое управление. Вот Маркс говорит, что всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе нуждается в управлении, которое осуществляет связь индивидуальных работ, потому что мы делаем разные вещи, вы спинки, я стяжки, третий делает ножки, четвертый их там складывает. Кто-то еще делает крышки для сидений. То есть надо связь индивидуальных работ и выполняет функции вытекающие из движения всего производственного организма в целом. А в целом-то куда это все направлено? На продажу. Для того, чтобы у капиталиста были деньги. От всех участников этой простой кооперации могут быть наемные рабочие. Этой кооперации основаны на разделении труда. Причем сами операции настолько простые, ну что такого, вам сидеть только и красить, вам только ставить, мне только крышки делать. Здесь не требуется образование, умение, которое у ремесленников были, ремесленник, кудесник, там он все должен был знать, уметь, ничего от вас не требуется. От вас требуется одно, сделайте свою операцию и передайте дальше. И вот тогда требуется управление. И к этому добавляет Марк, что отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. Вот это дирижирование, это управление, вот это необходимо для кооперации основанной на разделении труда. С него начинается капиталистическая мануфактура, а раз она уже включает разделение труда и создание простых операций, ну ножки-то можно механизировать, это стул механизировать, как проверить, очень сложно. Ну ножки-то делать, тюх-тюх-тюх-тюх, ножки, крышки тоже, раз, их выбивать из фанеры, правильно? Что там еще? Спинка, то же самое, на части ее разделить, если нет, тоже, а потом собирать. Сборка, ну на сборке будут сидеть люди, которые умеют собирать, стул из частей, вы из кубиков умеете собирать домики, вот это будете делать, ничего особенного тут нет. То есть появляются такие простые операции, которые можно поручать людям, не особенно разбирающим, никаким не особенным ремесленникам, а надели и сказали, будете делать вот это. И тогда, тогда может возникнуть машина. А вот если это производство основано на разделении труда, и уже вместо инструментов отдельных появляются машины, это что? Фабрика. Вот фабрика. То есть мы на фабрику должны посмотреть, не как вот что-то, так сказать, вот какое-то понятие, которое мы просто запомнили, а как то, что развилось исторически. Сначала ремесленные цехи, потом простая кооперация, и наконец фабрика, когда уже вооружены работники машинами. Но эти машины принадлежат кому? Не работникам, а тому, чья это мануфактура. И вот эти мануфактуры и были собственностью капиталистов. Это тогда, когда капитализм занимался развитием производства. Поскольку мы с вами переживаем этап движения вспять, то здесь обратную картину мы видим, что производство капиталисты получают предприятие и уничтожают его. Причем, может быть, не сознательно уничтожают, а просто они им не занимаются. До последнего эксплуатируются, разоряются. И у нас куда ни пойти по городу Ленинграду, Санкт-Петербургу, можно видеть разоренные предприятия, которые ликвидируются. Или в Москве, например, говорят, территорию, ЗИЛ будем развивать. Завод имени Лихачева, который делал ЗИЛы, которые ездили по всем городам и всем селам нашей страны, сотни тысяч выпускал из этих ЗИЛов, и до последнего момента был на них спрос, его уничтожили. И оказалась большая территория, которую можно строить жильем. А жилье с какой целью строить? Чтобы вам жить было хорошо? Или чтобы нам было жить хорошо? Вот если я строю жилье, это для вас, или для нас? Ясное же дело? Поэтому стоят вот эти самые жилые дома, в них, к примеру, вот если вы доезжаете до Сестрорецка, там очень хорошо видно дома нищих, так сказать, в которых большие дворцы, в которых почти никто не живет, потому что это форма накопления капиталов, потому что не в банк положить, а построить дом. Построить, и, так сказать, сюда его можно продать. И вот там есть большое желто-белое здание около прямо на въезде в город Сестрорецк, в нем треть примерно заселена в этом здании, треть вставлены двери металлические и закрыты на ключ, а треть так и не продана. И продолжают дальше строить, и строят вот прямо у станции, уничтожили там необходимое количество сосен, чтобы не было этого воспоминания о курортном районе, и там тоже строят, потому что эти сосны нужны для свободного всестороннего развития, чтобы вы подышали. Ну, подышите, идите на Боровую, там тоже были бор, там тоже был, а теперь поезжаете в Сестрорецк, там выйдите, и там как раз будет большой-большой дом, тысяча квартир. Так, ну вот мы разобрались, какое тут движение идет в экономике, поскольку нам объяснили Марк Ценгельс, что надо прежде всего смотреть, что происходит в экономике. Если главной формой собственности в феодальную эпоху была, с одной стороны, земельная собственность, вместе с приклонной к ней трудом крепостных, а с другой собственность собственный труд при наличии мелкого капитала, воспользовавшегося на трудом подмастерьев, то теперь совсем другое. и вот из этого нового производства вытекают новые не только экономические, но затем и политические отношения. Так вот говорится, что у Марка Ценгельса. Итак, дело обстоит следующим образом. определенные индивиды, определенным образом занимающиеся производственной деятельностью вступают в определенные общественные и политические отношения. И какую задачу ставят Маркс и Энгельс, которые являются методологией, методологией этого подхода? скрыть связь общественной и политической структуры с производством. Общественная структура и государство постоянно возникает из жизненных процесса определенных индивидов. Производство представления и сознания первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность. То есть материализм проявляется здесь в том, что мы ищем корни тех или иных общественных явлений в производстве. Если дальше рассматривать развитие этих идей, у Ленина есть такая работа, кое продаст, кому выгодно. Там говорится о том, что люди будут жертвами обмана и самообмана в политике до тех пор, пока они не научатся ставить вопрос, когда они решают вопрос какой-то политический, кому выгодно. И статья называется кое продест, то есть по-латински кому выгодно. То есть никто это делал, никак это делал, а кому это выгодно. Если вы ставите вопрос, кому выгодно, вы тогда понимаете, какому классу выгодно то преобразование, которое осуществляется. Бывает ситуация, когда выгодно тому и другому классу. Можно даже сказать, что развитие фабричного производства рождает рабочий класс и ему выгодно. Правильно? Потому что чем больше рабочих, рабочих, тем крупнее состав, масштабнее состав пролетариата, тем больше оснований для организации материала. Или, как писал Маяковский, город грабил, греб, грабастал, голыбил пузо касс, а у станков худой и горбастый стал рабочий класс. Кто организовывает рабочий класс? Кто организовывает рабочий класс на борьбу против капитализма? Кто? Как вы ответите на этот вопрос? Кто его дисциплинирует? Кто его собирает в городах? Кто его ставит в ситуацию, когда у него вырабатывается коллективизм? это делает еще? Кто это делает? Капиталисты это делают. Поэтому нельзя так относиться отрицательно к капиталистам. Это кто вообще является матерью коммунизма? Вот после капитализма идет коммунизм. А кто мама? Вот Маркс пишет родимые пятна старого общества. То есть родимые пятна. Кто родил этот самый коммунизм? Из чего он вышел? Был капиталистическое производство, был капитализм. Так он перешел в свою противоположность. Или коммунизм спустился на парашюте. Или он спрыгнул откуда-то. Что произошло? Капитализм в силу своей внутренней логики постепенно превращается в свою противоположность. Не без революции, конечно, но он тех, кто делает революцию, готовит. Кто сплачивает рабочий класс, кто его дисциплинирует, кто его образовывает. Ну всем понятно, что рабочий класс при буржуазном строе повышает свое образование. Почему? Из-за потребностей капиталистического производства. Раз оно становится машинным, значит может машина управлять человек безграмотный. Если я капиталист, разве я доверю свою машину необученному человеку, которая стоит очень больших денег. Поэтому вот в том же самом порту нашем можно видеть таких докеров, которые имеют два образования, а некоторые даже и три образования. Это кто это делает? То есть поэтому иногда переоценивают значение политики, говорят, вот большевики организовали рабочих, большевики направили, большевики это потом они уже направили. Но первоначальную операцию, связанную со сплочением рабочих в городе, и создание обстановки коллективизма это сделало крупное машинное капиталистическое производство. И это крупное машинное производство, которое создал капитализм, является основой уже коммунистического производства. А как могли советы появиться? Вот они появились в 1905 году и можно сказать, что открыл советы русский рабочий класс. А что такое советы? Это рабочие стали вести забастовочную борьбу. А как они стали вести забастовочную борьбу? А вот когда их соединили в крупных предприятиях большие массы людей, то эти большие массы людей могут одновременно остановить работу и потребовать того, что им необходимо. Причем эти требования везде, во всех цивилизованных странах занесены в закон и в конституции. Скажем, в конституции нынешней вооружащей России право на забасовку присутствует? Товарищи конфликтологи присутствует право на забасовку? Нет. В конституции России. А что конституции не знаете? Нет. Присутствует. Присутствует. Статья какая? Сейчас скажем. 37-я. Да, вы хотите когда? Не сейчас скажем, а сейчас скажем, что вы правы. А в законе, в трудовом кодексе присутствует право на забасовку? А вот сейчас интересно. А что тут интересно? Там кроме коллективных переговоров целый раздел есть коллективные трудовые споры. А коллективные трудовые споры определяются это что такое? Это и есть забастовка. Причем выше ее этап. Причем для участия в коллективных трудовых спорах предусматривается ли освобождение руководителей этой забастовки от производительного труда с оплатой по среднему? В законе предусматривается? Вот вы решили провести забастовку у меня на предприятии, а я капиталист. Приходите ко мне, бумагу принесли, что мы после переговоров не удовлетворены и требуем то-то, то-то и то-то. И прошли все необходимые для этого этапы. И вы требуете для введения коллективного спора начать процедуру соответствующую предусмотренную законом и на нее направляете четырех человек. Вот раз, два, три, четыре с оплатой по среднему. есть вы будете до сколько месяцев можно нас держать оплатой по среднему а вы не будете работать, а будете только заниматься организацией разрешения противоречий коллективного трудового спора. Сколько времени? Сколько в буржуазной России дается работникам за счет работодателя, чтобы они могли сидеть и организовать разрешение коллективных трудовых споров, не отвлекаясь на ту обычную свою работу? Сколько? А что вы не знаете, это интересно же. Три месяца. Вот три месяца человек в высшей квалификации докер не занимается докерской работой, а ходит по бригадам и объясняет, почему работодатель тот и не сделал, что он говорит, а что нужно требовать, а как нужно вести борьбу, как готовить забастовку и так далее. И все это соответствующее. Это чем добыто? Это добыто в условиях капитализма. Это с кого списано? В России это списано не с Россией. У нас в России просто не было закона никакого о забастовке, у нас просто они не запрещались, да и все, в советское время. Первые законы о забастовке появились при Горбачеве, потом при Ельцине. А на сегодняшний день у нас пожалуйста есть законодательство, которое позволяет это дело вести. Поэтому нельзя вот так на это смотреть, что это вот кто-то добился. Это в общем-то результат развития той формы производства, которая существовала. Раз люди продают свою рабочую силу, они могут договариваться об условиях продажи между собой. Рабочие могут сказать, что за меньшую сумму мы не продаем, потому что мы продавцы. Я пришел покупать у вас рабочую силу, а вы говорите, Михалыч, мы меньше чем за 100 рублей не будем. Я говорю, как этого не будет, а вот так вот не будем. Могу я вас заставить? А вы скажите, у нас не крепостничество. Если бы надо было крепостное право, мы ваши не крестьянки крепостные и не крестьяне. А поскольку мы не крестьяне и не крестьянки, будьте добры, либо высоко платите, либо мы останавливаемся в работу. Потому что забастовка, так она и определяется, это полное или частичное прекращение работы для достижения своих требований. Так записано в законе. Но если кто-то этого не знает, что записано в законе, это его беда. Поэтому вот у нас некоторые любят просто критиковать капитализм. Они, это люди, не понимают, что, во-первых, капитализм это мама коммунизма. Например, классическое определение коммунизма у Ленина или социализма такое, единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа и потому переставшая быть капиталистической монополией означало бы что? Социализм. Вот и все. Единая фабрика, единый кооператив и означает социализм. Если вы разбиваете этот единый кооператив, у вас получается снова капитализм. Вот такая картина. На этом мы заканчиваем с вами. Значит, еще раз я настойчиво требую от вас поготовиться и выступать. Можно вопрос, вы не можете сомневаться с вами расписанием есть пара или нет? Конечно. У нас прошлую пятницу не было по расписанию. Единственный случай, когда у нас пятницу не было, поскольку при составлении расписания этот день был исключен. Чтобы дать вам возможность познакомиться, подготовиться лучше. Ну вот, видите, да, ну вот, я не сомневался, что вы найдете способ, куда его употребить. На собственной развитии. Прекрасно. Успехов, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.